Сквер имени Ивана Крылова появился в Абакане в прошлом году. Стал 17-м по счету в городе. Его благоустройство рассчитано на 2-3 года, поэтому как только потеплеет, работа здесь продолжится. По желанию у горожан масса. Хотят побольше качелей, беседок, зелени. Места для этого достаточно. Смущают прохожих лишь эти куполообразные насыпи. Может быть для детей, чтобы не катались у всех бугров. То есть горка это? Ну да. Ну ладно зимой, а в этом... В этом просто песочница. На них травка зеленеет. Стравка тоже красивая, как вроде интерьерчик такой интересный. Деревья посадись. Вот на таком бугарке. Цветы. Можно память никакой-нибудь. Этот юноша оказался максимально близок к задумке озеленителей. Возвышенности в будущем станут вот такими. Один из холмов займет огромная пчела. Металлический каркас фигуры закроют грунтом, который засеют растительностью. От этого гигантское насекомое будет казаться махровым. Таких живых скульптур в Абакане прежде не было. Соседнюю огромную кочку займет божья коровка. Еще одну насыпь превратят в яркую дамскую шляпу. Оригинально дополнит цветочные скульптуры цветной щебень. Пожалуй, особенно понравится отдыхающим вот эта композиция. Песчаная. Для нашего города это тоже диковинка. Над эпизодом басни Крылова «Ворона и лисица» художник Юрий Шутенков работал около месяца. Самое важное, чтобы надо было добиться, чтобы диалог «Ворона» с лисицей был. А то, если она просто так сидеть будет, согласитесь, да? Планируется высота 4 метра от нижней точки до верхней точки. Но, тут есть одно «но». Лисичка будет 2 метра. Она может быть и выше, но ниже она не будет никак. Мастер обещает, прослужит композиция не меньше двух-трех десятилетий. Песчаные крупинки будут настолько прочно посажены на бетон, что буквально превратятся в шероховатый камень. В будущем в сквере Крылово остановят и еще скульптуры, олицетворяющие героев басен. Перемену в скором времени ждут и другие городские парки. К примеру, в Преображенском может разместиться гигантская бетонная лягушка. Дополнит эту ландшафтную композицию, непривычную для Абакана, габион. Своего рода сетчатая корзина, отделанная декоративным камнем и заполненная растительностью. Ждут своего распределения по скверам. И пара лошадей высотой до 3 метров. И 4-метровый зубастый крокодил. Это тоже живые скульптуры. Каркасные, с цветочным ковровым оформлением снаружи. Миниатюрные макеты уже оценили в Верхограде. Скоро начнется изготовление первых из пяти композиций. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.